19 лет назад, в 2001 году, вышла игра в Wizardry 8, завоевавшая сердца немалого количества поклонников. Кого-нибудь это удивляет? В том смысле, что в те времена выходило много замечательных игр, у которых находились толпы фанатов, ведь это была заря компьютерных игр. Тогда еще очень часто бросались в эксперименты, ведь не было выработанного шаблона. Поэтому все эти замшелые шедевры, это я сейчас не в обиду им, наоборот с любовью, все они часто ударялись с довольно необычной механикой, часть из которых не приживались, а то и вовсе виды изменялись, порождая совершенно другие направления творческой мысли. В общем, не обошло это и Wizardry 8. Некоторые, заслышав про восьмерку, спросят, позвольте, а где остальные семь, на что я отвечу, помилуйте, мне и в этот сложно было играть. Семь прежних тоже существует, но где-то там, в глубине веков. Поэтому Wizardry 8. Это ни много ни мало партийная РПГ. Узнав о ее жанровой принадлежности, я аж на стуле подскочил, я такое очень люблю. И да, так и есть. Завязка следующая. На заре времен некие создатели создали три артефакта. Извините, я без подробностей, ибо сам все забыл. Ну, не заинтересовала мне история совершенно. Ну, в общем, создали три артефакта, ими создали планеты, а потом эти артефакты спрятали от всяких кретинов. Но кретины не спали, и один из артефактов таки спионерили. В общем, как я понял, основной сюжет тут будет вращаться вокруг вот этих вот артефактов, так или иначе. Об избранности, о том, что мир в твоих руках, вполне нормальная концепция сюжета для тех времен. Шоу станет звездным владыкой. К сожалению, уже с то старта заметен небольшой, но серьезный прокол. Нам уже в начальной заставке вливают в уши большое количество новой информации. Игрок еще не знаком с миром, а ему уже говорят про Астрал Дамай, Муков, Аус Малари, Мартена и еще куча иных терминов, которые поминаются как сами собой разумеющиеся. Ну, потому что для мира игры они таковые и есть. Имена, названия, события, артефакты. Но так вообще делать нельзя. Игрок моментально путается, и сознание начинает автоматически закрываться от такого потока информации. Все же эти знания о всяких там Муках и Мартенах можно подавать по ходу игры, что, в общем-то, тоже присутствует в полной мере. В общем, возвращаясь к завязке. Объявился некий чернокнижник, напоминающий мне реально Лорда Хаоса из Вархаммера, который всех вертел на жертвенном столбе и решил сам себе захапать власть домиоргов. И когда о нем говорят, я такой думаю, выйдет какой-нибудь средневековый дядька. А тут вдруг вылетает реально шаттл Дарта Вейдера и начинает шмалять по нашему космическому кораблю. А, вот значит, какой расклад, да? Не, просто игра до заставки еще предлагает нам создать персонажей, у них как бы там луки, мечи, заклинания, проща с камнями, и кого нам камнями швыряться в шаттл вот в этот вот, что ли? Такой вот необычный сеттинг. Оказалось примерно так. Вообще, жители разных планет давно уже бороздят галактику, однако артефакты нашлись на какой-то планете, жители которой сильны и недоразвиты. Ну, то есть, все вот эти космические полеты для них это чудеса. Лазерное оружие, роботы, искусственный интеллект. Им все это до лампочки. Они тут играют, знаете, в средневековье. У них мечи, топоры, магия. Приходится подстраиваться. И это, наверное, первое, что бросается в глаза. Вот это вот помесь эпох. С одной стороны, мы постоянно встречаем электрические лампы, фактические двери, тот самый искусственный интеллект, космические корабли, компьютеры. С другой же, сами мы бегаем железными мечами, тесаками, деревянными шестами, кидаемся натурально камнями в таких же примитивных врагов, да и в непримитивных тоже, в тех же роботов. И что характерно, побеждаем их этими камнями. Мы колдуем, молимся. У нас в группе может быть механик, у которого навык современное оружие. О, вот сейчас я и лазер, значит, раздобуду. Ага, сейчас. Вершина местной технологической мысли чуть ли не кремниевый мушкет с пулями, которых я за 30 часов игры нашел ровно 8 штук. Да, на данной планете умудряются уживаться и дикари, живущие на деревьях, и технократы, давно с деревьев слезшие. Очень необычный сеттинг, должен сказать. Конечно, такое уже было в других проектах. Точнее, если принимать во внимание дату выхода игры, то правильнее будет сказать, что такое еще будет не раз. Но все же вот настолько безумный коктейль я встречал только здесь. И все это обосновано с точки зрения истории мира, что тоже важно. Как я уже сказал, со старта нам дают создать персонажей, или же выбрать готовых. Но кому это надо, если можно создать? Схема создания простая до невозможности. Выбираем расу и класс. Каждая раса более предрасположена к определенным классам. От этой предрасположенности зависит, сколько очков, помимо всего, можно будет вложить в характеристику со старта. Да, есть характеристики, они классические. Далее идут навыки, их целая прорва, более 40 штук точно. Магические, боевые, социальные, особые. Если индивид колдующий, то еще дается выбор заклинаний. Впрочем, они тут всем с пятого уровня даются, так или иначе. Затем имя, портрет, голос, пол. В общем, как видите, основательно подошли. Так можно сказать про всю игру, на самом деле. Игра до дурения глубокая. И вот начинается, значит, геймплей. Вот. Выясняется, что партийный РПГ оказывается... С видом от первого лица, да. Мы ходим и взаимодействуем с миром, будто один человек с кучей голосов в голове. Шесть в одном, а позже можно расширить отряд аж до восьми голосов. В голове великолепная шизофрения. Шутки шутками, но это действительно иногда напоминает шизофрению. Персонажи постоянно переговариваются. Находясь в состоянии поиска, они регулярно докладывают, что ничего не найдено. О находках также доложат. О том, что замечен союзник или враг о каком-нибудь интересном, там, не знаю, событии, овещи. О том, что устали, о том, что дохнули, о том, что ранены, что ослепли, оглохли, заболели, пришли в себя. Они доводори говорливые. Это играет на руку погружению, но технически это сделано так, что пока читается реплика, ты не можешь ни с чем взаимодействовать, только щелкнуть по окошку с текстом. И пока каждый из восьмерых зачитает свой рэп, ты уже будешь зубами скрижетать. Что на марше, что в бою одна картина. Не дай бог партию усыпили. Когда она проснется, каждый тебе скажет, что ох, сейчас он им задаст. Повторюсь, это наоборот классно. Просто в те годы это было реализовано в рамках той старой геймплейной мысли. Сейчас это немножко раздражает. Еще забавный момент в том, что все фразы в игре озвучены. И более того, они локализованы на русский язык. Не спешите радоваться, вспоминайте всякие фаргусы и символфы. Да, тогда мы готовы были в ногах валяться за все эти переводы, а на первое внимание не обращали, ибо, ну, не до того было, да и альтернатив не было. Да и если честно, мы тогда разговаривали примерно так же. Ну, маленькие были. Сейчас это смотрится довольно-таки курьезно. Когда мой мак заговорил голосом натурально Горбачева, я чуть под стол от смеха не съехал. Учитывая, что реальный Горбачев рекламировал пиццу, я бы не удивился, что он игру озвучивал. Ну, нет, конечно, это не он. Там все глаза такие на самом-то деле. Жить можно, к этому быстро привыкаешь на самом-то деле, к таким вот причудам. К дальность прорисовки близорукова тоже. Это вообще упоминать не стоит, как и замудренное управление на стрелочке с кучей горячих клавиш, которые приходится натуральным методом тыка выискивать. Все-таки игре 19 лет обижаться на такое, ну, не солидно. Хотя, не вскрою, клавиша быстрой загрузки была бы кстати. Не удивлюсь, если она там все-таки есть. Я клавишу быстрого сохранения нашел спустя 10 часов игры, случайно. Графика откровенно посредственная именно по тем временам. На 2001 год были игры и красивее. С другой стороны, все эти игры имели закрытый мир. Но, опять же, не все, да и местный открытый мир. Это просто большая карта, разбитая на квадраты, где небо такой же потолок. Однако у этого потолка есть честная смена времени суток, за что ему потолку честь и хвала, без дураков. Подводя черту, графика как раз-таки нареканий не вызывает, в отличие от некоторых других моментов. Очень интересно сделана система общения с NPC, которых тут как-то маловато. Города не выглядят оживленными совершенно, но это тоже можно списать на те времена, хотя тот же ARK с того же 2001 года выхода был очень оживленным по тем временам. И это проблема не только дальности прорисовки, а еще и населенности. Зато по улицам ходят патрули, помогая тебе в уличных боях. Ну так вот, с NPC беседовать приходится на манер муравинда. Можно спросить о куче всего, о слухах, о каких-то там, не знаю, расах и прочих непонятных терминах. Каждый будет реагировать по-разному, все фразы, напоминаю, озвучены. И вот у NPC с этим все на порядок лучше. Голоса героев какие-то идиотские, а голоса NPC вполне качественные. Там часто слышно знакомых уже актеров. Как обычно, с NPC можно торговать, можно попытаться его обокрасть, очаровать, атаковать. Но самое интересное то, что есть возможность рукописного ввода вопроса. В моей версии только на английском. И если, например, послать его на три буквы, он отреагирует соответствующе. Еще одна экспериментальная функция, по понятным причинам, не прижившаяся в играх далее. Но смотрится все равно интересно. Вообще игра полнится обилием возможностей. Уже очутившись в первом городе, можно найти немало квестов и загадок, которые придется решать без подсказок со стороны. Причем вообще без подсказок, без каких-либо в принципе. Взламывая замки, пароли и ища информацию. Это еще одна отличительная черта тех лет. Но, наверное, самое интересное в игре это бои. Во-первых, начать стоит с расстановки. В зависимости от нее персонажей будет разная возможность атаковать. Например, в первых рядах кинжал достанет до врага. Во-вторых, уже нет. В отличие от меча или копья. Маг за спинами, впереди войны. Классика. Враги при том постоянно стараются окружить. Не то, чтобы это у них интеллект такой продвинутый. Они так всегда делают в любом случае. Во-вторых, бой, хоть и можно сделать в реальном времени, все же интереснее, когда он пошаговый. Ты в начале хода раздаешь команды всем своим персонажам. Атаковать, защищать или защищаться. Колдовать, молиться, использовать способности или заклинания. Кого конкретно всем этим оприходовать. И начинается фаза. Последовательность ходов зависит от параметров персонажа. Инициативы, подвижности и прочего. Это и сейчас нам знакомо. Притом, разумеется, не все атаки увенчаются успехом. Помимо обычных промахов, предмет может сработать неправильно, а маг может ошибиться в чтении заклинаний. В лучшем случае, оно просто не сработает. Обычное дело усыпить или взорвать свою же группу. Это вносит в порядок боя некий элемент непредсказуемости, что, конечно, весело на первых порах. Потом ты уже начинаешь понимать, как все это работает, и сражаешься более грамотно. Каждый класс сражается по-своему. В игре нет бесполезных классов. Нет какого-то дисбалансного состава команды, который прошел бы через свою игру как нож сквозь масло. Все профессии нужны, все профессии важны. Баланс в игре, если уж не идеален, не могу такого утверждать, но он точно уж четко выверен. Помогает в сражении очень подробный интерфейс. Иногда даже чересчур подробный. Я к тому, что, например, в инвентаре фигуры персонажей обнажены. На жесткую эротику не надейтесь. Все-таки 2001 год, детализация голимая. Но факт остается фактом. Вообще, вы не раз за всю игру вспомните то время, когда напускное пуританство еще не вошло в моду. Ой, в игре у женщин на секунду виден сосок. Увеличить рейтинг до пеги 100+, сосок закрыть, игру запретить. И чё? Вон статуя голая, вон соски, вон еще чё поинтереснее, вон еще одна, тоже мне. Скоро забудьте истинную красоту тела, толерасты чертовы. А женским персонажам можно натурально купить бронеливчик. Он никак не будет отображаться, ведь мы сами себя со стороны не видим, но сам факт. Ну и вот, сражаясь и путешествуя, мы совершенствуем свои навыки. Не только личностные, как игрока, но и навыки персонажей. Они растут на манер древних свитков. Чем пользуешься, то и растет. А пользуемся мы постоянно и всем. Нацеленные на поиск персонажей будут вечно находить какие-нибудь заначки и тем самым совершенствовать свой глаз-алмаз. Маг колдой будет становиться все искуснее в колдуемой школе. А учитывая огромное количество боев в игре, реально огромное, можно просто персонажу с нулем в навыке копье, скажем, дать, собственно, копье, и через 10 битв он уже будет им орудовать довольно прилично. Успевает только находить предметы все лучше и лучше и распределять их на 8 человек. А предмет может быть и проклят. Ага, ты его надел, а снять уже никак. Вот от счастья, да? Вот, а еще тебе могут предать свои же персонажи в зависимости от разных ситуаций, скажем, при преступлении закона. Я говорю, в игре огромное множество интересных возможностей, я и половины даже не перечислил. Обезвреживание ловушек, интересно сделанный, взлом замков, квесты, разные аспекты боя или продвижения. Об этом можно говорить долго, но гораздо интереснее открыть все самому. Хотя, должен признать, без гайда тут не обойтись. Это вообще болезнь тех игр. Обучения нет, объяснение механики тоже. Поэтому всякая вековая мудрость копилась в журналах вроде лучшей компьютерной игры в разделе советы мастеров. И вот я плавно перехожу к основной проблеме игры, с моей точки зрения. Есть такое понятие, порог вхождения. Это момент, после которого игра сумела заинтересовать игрока, когда она позволила ему адаптироваться к разным аспектам игрового процесса. Привыкнуть и решить, а нам вообще надо. Так вот, Wizardry 8 один из самых высоких порогов вхождения из всех игр, в какие я играл за всю историю знакомства с играми. Если не самый высокий. Напомню, я люблю партийный РПГ. Вообще, это как большая старая настолка, где реально приходите заботиться о каждом персонаже. Такие вот типы игр отличают бескомпромиссность. Если тебя прокляли, твои навыки деградировали. Нет, не временно, навсегда. Не нравится? Ну так, персонаж умер, поздравляю. Нечем воскресить? Да, беда. Когда будь чем, гора опыта пройдет мимо него. Начался квест, один из персонажей сам, вот не знаю, взял и покинул партию на неопределенный срок, а у тебя впереди бой? Эх, ма! Ну так, а ты как думал? Я в самом начале еще никак не думал. Я был очарован местной системой боя. Кривоватый, местами иногда заедающий, довольно медлительный, что странно, но весьма интересный все же. И длительность связана с постоянным численным превосходством противника. Да, можно ускорить анимацию передвижения, но все равно, если противнику скажем штук 15, а это нормальная ситуация, и каждый будет подходить к тебе, обходить тебя, наносить удар, это все занимает время. Но в монастыре, в который мы попадаем на старте, огромных толп пока нет. Как выяснилось, монастырь это локация, которая поможет проверить жизнеспособность группы, поэтому там так много сражений. Это я узнал, разумеется, не сам, а из гайдов. Первую партию я сделал именно нежизнеспособной. Второй раз я подошел более грамотно, подобрал состав и поперся. Поперся сражаться. Сражения были на каждом шагу. Море сражений. Да вся игра и есть. Одно большое сражение. Я даже не уверен, что враги не спавнятся, они ведь перемещаются в реальном времени, всегда в движении, могут и напасть, и за спиной оказаться. Но врагов были просто орды. Я сражался, 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 рос в уровне как угорелый. И замечал, что и встречаемые враги тоже понемногу вроде как становятся мощнее. Вроде написано, что они хилые, но толпа таких вот хилых легко закусает кого угодно. Ну ладно, обучающий же монастырь в каком-то смысле, подумал я. Вышел из него, пошел в город, та же история. И на подходах к городу, и в самом городе, и за городом везде просто орды врагов на каждом шагу. Я натурально не вылезал из сражений. Я клянусь, я к приходу в Арнику провел не менее 50 боев. Нужно ли говорить, что даже интересный бой, повторенный точь-в-точь в одинаковых условиях в 50-й раз, уже сильно надоедает? И это еще мягко сказано. Город это небезопасная крепость, по улицам также ходят толпы врагов. Не везде еще можно отдохнуть, знаете ли, восстановить силы. Мощь и количество врагов росли, а вот мои уровни уже как-то росли не так охотно. В итоге я столкнулся с ситуацией, когда я просто не могу выиграть бой без потерь. Просто вот не получается. А свитки воскрешения стоят очень дорого. Один бой, и ты разорен. Наверняка существует какая-то схема быстрого заработка, но я ее не знаю. Я не обязан ее знать. И это ведь средний уровень сложности. Да, я совершил ошибку, забыв об основной особенности масштабных игр тех лет. Тогда все игры делались с расчетом, что в них будут играть минимум месяцами, а максимум даже годами. И тот факт, что даже спустя 19 лет в ту же визардры еще играют и клепают на нее моды, доказывает это утверждение. Только времена меняются, и далеко не все решения тех лет сегодня могут восприниматься нормально, что еще больше повышает порог вхождения в игру и без того высокий. Можно сколько угодно рассуждать о кривых руках, о древних хитах и современных тупых играх, но факт остается фактом. Если у тебя есть желание играть в такой вот хит 2001 года выпуска, ну, например, пленил он тебя своим миром, почему бы и нет, тут есть чем пленить. И ты не против отказаться от остальных игр, в том числе современных и удобных в пользу старичка, готов потратить реально не один месяц на игру, на первых парах очень однообразную, тогда ты откроешь для себя дивный новый мир без дураков. Не просто так же ее любят те, кто преодолели этот порог вхождения. И даже мне из-за забора видно, насколько игра глобальная и проработанная в мелочах, а проработка в мелочах это верный признак старания над проектом. Однако, сам этот порог не преодолел. Эта игра слишком хардкорна и неудобна для меня. Я около десятка часов набегал лишь в самом монастыре, и уже тогда эти бои надоели мне. Примерно за 30 часов игры я успел только выйти из арники и наткнуться на какую-то просто огромную толпу врагов. Я понял, что, наверное, я как-то снова не так составил партию, или прокачал ее не так, или снарядил не так, или не понял всех аспектов игры, что мне нужно начинать все сначала. Нет, спасибо, я наигрался. Именно поэтому я не записал Wizardry 8 в игры Relicte, хотя изначально хотел, думал даже из-за должения к любителям игры. Но нет, если Hollow Knight, у которого тоже порог вхождения высокий, в итоге сумел показать себя в своем разнообразии, то Wizardry 8 так и застряла в уличных боях с очередной ордой безымянных тварей с пятью лапами и десятью хвостами. Должен сказать, что долгое время терпеть очередные 500 сражений мне помогала действительно классная музыка. Неуместно эпичная, все же 10 крыс не требует таких вот фанфар, но сама по себе она действительно берет за душу и погружает в атмосферу. Очень неплохой саундтрек. Но на одном саундтреке далеко не уедешь. Поэтому еще раз говорю, если вы готовы уделить этой не самой удобной, давайте будем честны, игре минимум месяца два, и это только на ознакомление, не меньше двух месяцев, да, то вы приобщитесь, скорее всего, к настоящему шедевру тех лет. А если у вас, как у меня, вот такой вот список из того, чтобы хотелось поиграть, и вы желаете успеть до пенсии, то извините, этот реликт не для таких, как мы. Потому что делался он для вчерашнего дня, а играть нам приходится исходя из дня сегодняшнего. Такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok